Давайте немного поэкспериментируем. Я использую действие сообщения. Отлично. И получитель сообщения у нас будет, конечно же, это может быть автор, такая спецпеременная, или у нас поля документа, кем создан. В принципе, по своей сути это будет, скорее всего, одно и то же у нас везде значение. Давайте поэкспериментируем с текстом сообщения. Если нажать равно, то система нам выдаст вот такое интересное дополнительное меню для вставки различных значений. Пока что сейчас не пойдем далеко, я его скрою и сделаю с вами просто-напросто вот так. Фактически система сейчас нам будет вычислять эти значения. То есть не текст нам напишет равно 2 плюс 2, а вычислит 4 и отправит в виде сообщения. Давайте на это посмотрим. Для того, чтобы я мог здесь хорошо, спокойно экспериментировать, то после вот этого первого действия, которое сделает такое сообщение, я вставлю действие прерывания процесса. Таким образом, у нас бизнес-процесс дальше просто не пойдет и будет только выполняться это первое действие. Давайте я его сохраню. Давайте я его настрою сейчас на запуск и изменение, чтобы мы могли спокойно много экспериментировать. И давайте попробую его вызвать. Заявление на отпуск. Добавить. Сейчас нам особо даты, наверное, не принципиально, но хорошо. Ну, выберем вот такие вот. Сохранить. Так. Смотрим. Видите, мне система прислала уведомление 4. Да, таким образом у нас это реально калькулятор. Что мы еще можем здесь сделать? Что если мы хотим не просто 2 плюс 2, а хотим использовать текстовое сообщение какое-то сложное, и где-то местами делать вычисления, а не просто вычислять все сразу. Такая тоже есть возможность использовать следующий синтаксис. Мы можем вот такие вот двойные использовать фигурные скобочки и добавлять вокруг любое другое тесто или любые другие вычисления. Ну, к примеру. Для того, чтобы сразу продемонстрировать еще возможности, как совмещается вот это вычисление со вставкой различных переменных здесь, мы можем написать следующим образом. Я сюда вставлю, например, ID элемента. Это какое-то число. Я вот эту штуку могу вставить прямо вот сюда. Вот такая у нас получится конструкция. Чтобы было наглядно, давайте сделаем так. Сохраним бизнес-процесс. Так у меня он стоит и на изменения. Я могу смело просто его открыть, нажать «Применить». Бизнес-процесс будет перезапущен. Смотрите, какая интересная история. ID элемента и сумма. То есть, в принципе, нам здесь доступны довольно-таки интересные реализации. Мы не ограничены просто текстом или просто переменными. Мы можем здесь делать отличное вычисление. Для того, чтобы стало совсем понятно, насколько наши здесь возможности богаты, я обращу ваше внимание на данную форму, которая появляется при знаке «равно». Видите, что здесь есть различные перемены доступные, константы, поля документа, дополнительные результаты и различные системные функции. Время сервера, время локальное, текущая дата и функции. Здесь их очень-очень много. Для того, чтобы понять все возможности, лучше обратиться к нашей поддержке 24, к нашему справочному сервису. Поищем здесь по словам «Начисление значений». Здесь есть очень подробная статья с описанием всех-всех возможностей. Это и операции математические, сравнения, логические операции, различные функции математические. Очень нам интересны и полезны для примера функции по работе с датами, когда можно увеличивать дату, добавлять дату, вычислять и так далее. Даже различные условия и так далее. Даже работа с массивами. В общем, в целом, очень много различных возможностей. Я думаю, что вот эта страничка для тех, кто много работает с бизнес-процессами, будет наиболее часто, наверное, в нашей поддержке. Очень много здесь есть возможностей. Но вернемся к нашей форме. Что получается? У нас есть вызов действия после того, как у нас как раз-таки бизнес-процесс был одобрен. Поэтому мы с вами берем текущая дата. Да, нас вполне себе устроит. Нам нужно к ней добавить два рабочих дня. Как нам это сделать? Посмотрим в документации нашей. Пункт set добавит n рабочих дней к указанной дате. Ну, то, что нужно. Это workdays. И вот, собственно, у нас здесь пример ее вызова. Дата, которая бы давлялся дни и рабочие дни. Вот у нас пример. В принципе, можно, наверное, прямо отсюда нам ее скопировать. Получается, у нас есть adworkdays. Нам не нужны вот эти оформления, потому что ничего другого мы здесь указывать не будем. Давайте попробуем вот эту штуку сюда скопировать. Да. Переменная, которая будет содержать текущую дату. И вот таким вот образом. Давайте сохраним. И запустим бизнес-процесс. Давайте посмотрим, какая у нас здесь дата. Это 22-е, 0-е, 1-е. Это полностью соответствует нашей задаче. Ведь сегодня у нас суббота, день выходной, число 19-е. Потом у нас в воскресенье 20-е тоже день у нас выходной. И понедельник, вторник, вторник 22-е число, у нас будет второй день рабочий. Так что все отлично. Давайте перенесем это в нашу задачу. Установим значение и сохраним. Ну что же, давайте поэкспериментируем, что у нас получилось. Снова запустим данный бизнес-процесс под Ренатой. Посмотрим под руководителем. Утвердим отпуск. Вернемся обратно. Посмотрим, появилась ли у нас задача для Ренаты. Ну что же, задача есть, дата соответствует, все как мы с вами спланировали.